Привет всем! В этом видео будет обзор самодельного рюкзака. Вот так рюкзак сидит на мне. Спереди, сбоку, со спины. Особенностью рюкзака является то, что он расстегивается с помощью трех молний. Две сверху и получается открывается клапан рюкзака. А также для доступа ко всему содержимому рюкзака молния вдоль всей лицевой стороны рюкзака. Этот рюкзак я сделал для командировок, дальних поездок или долгих путешествий. Рюкзак имеет размеры 59 см по высоте, 36 см по ширине и в глубину 24 см. Использовал я материалы тысячные кордуры в расцветке украинский пиксель, он же ММ-14 и также в расцветке койот. Для утяжки содержимого рюкзака я использовал полиамидные ленты и фастексы. Фастексы компании 2М. Ленты полиамидные идут со стороны, от спинки по стороне рюкзака. Здесь они проходят по ребру рюкзака, они проходят через однощелевые пряжки и застегиваются посередине рюкзака. Так как здесь есть утяжка, то лента здесь свободная. На этой части фастекса утяжки нету, поэтому я использовал двухщелевку для утяжки, для того, чтобы быстро можно было утянуть содержимое рюкзака. Для того, чтобы добраться до внутренности рюкзака, необходимо расстегнуть два фастекса и расстегнуть молнию. По бокам у рюкзака имеются два вот таких кармана. Карманы сделал я широкие, для того, чтобы можно было переносить в воду здесь, в бутылку с водой. После того, как я сделал утяжки, с одной стороны, немножко неудобно добраться до этого кармана, необходимо будет расстегивать эти сами утяжки. С другой стороны, содержимое подстраховывается этими же лентами и случайно не расстегнется молнией, и так же оно утягивается и не болтается. Вот такие широкие карманы, с одной стороны и с другой. Здесь я сделал маленькие плоские карманы. На одном кармане. Вот так выглядит второй карман. Здесь я уже использовал полиэстер в рипстопе, для того, чтобы облегчить саму конструкцию и плотность карманов. На клапане рюкзака я разместил липучку широкую, для того, чтобы можно было разместить никнейм, или флаг государства, или светоотражающие элементы. А с тыльной стороны клапана я разместил карман, то есть молния укрытая. И получается в клапане, вот здесь у меня карман для размещения какой-либо мелочевки, для того, чтобы ее можно было быстро достать. Спинка рюкзака выполнена также из кордуры. Здесь я уже в целях экономии кордуры использовал коричневую кордуру тысячную. Имеется наполнитель под этим эйрмешем. Здесь полтора сантиметровый наполнитель из изолона, здесь аналогично. И на вот эту высоту всей спинки и также на ширину всей спинки размещен изолон, сантиметровый изолон, для того, чтобы здесь содержимое не давило в спину. Под четырехсантиметровой лентой выходят из-под этой ленты лямки. В лямках также сантиметровый изолон. Лямки широкие, 9 сантиметров в ширину. Прошиты сквозь целиком лямки. Прошиты вместе с лентой. Эти лямки прошиты для того, чтобы лента несла нагрузку не сами лямки, а также и лента несла нагрузку. Лямки заканчиваются трехщелевками. Имеется грудная перемычка на фастексе. И на лентах здесь я сделал такие петельки для того, чтобы удобно было подтягивать. То есть зацепил пальцем и потянул. Лишняя лента поддерживается резиночкой. Здесь лента входит в тело рюкзака вот так треугольником и многократно прошита. Ручку для переноски я сделал простую в виде петельки из 25-миллиметровой полиамидной ленты, сложенной пополам. И спрятанной для надежности под 4-сантиметровую ленту. Дно рюкзака. Я уже не усложнял ничем. Не делал здесь ни стропы молли, ни места для крепления в подвес что-либо. Подумывая здесь сделать пару люверсов, ну еще так пока не определился делать или не делать. Вторая, с тыльной стороны дно усилено тентовой тканью. Открываем рюкзак. Вот так рюкзак выглядит внутри. Вот так он открывается целиком. Здесь на лицевой стороне имеется два кармашка. Один кармашек на молнии. Это сделано для того, чтобы в горизонтальном положении до рюкзака, к содержимой какой-то мелочевки, можно было легко добраться. Второй карман сделан аналогично сетчатый. Но он уже с доступом вертикальным. Для того, чтобы добраться легко можно было до этого кармана, уже в вертикальном положении. И два плоских кармана на спине. Один карман и чуть поменьше карман. Вот такая организация у рюкзака. Выполнена подкладка из палаточной ткани. Окантована полиэстеровой окантовкой в цвете койот. Вот такой рюкзак внутри. Верх рюкзака под клапаном выглядит вот так. Вот такие переходы. Я использовал одну молнию зеленого цвета, одну молнию черного цвета. Внизу молнии я сделал вот такой хвостик, для того, чтобы можно было легко и быстро застегивать молнию. Для удобства пользования я на металлические хвостики бегунков одел паракорд. Сделал я к этому рюкзаку бобровый хвост. Сделал я его из полиэстера в рипстопе. С лицевой стороны, с тыльной стороны палаточная ткань оранжевая. Крепится он в шести точках к рюкзаку. Крепится с помощью полиамидных лент на трех щелевках. Вот, свободных полиамидных лент. Здесь двух щелевки, здесь за одну щелевку крепится. С помощью этого бобрового хвоста можно переносить в рюкзаке то, что не помещается в сам рюкзак. Например, тот же самый шлем или рюкзак, другой рюкзак, EDC рюкзак, при переноске этого рюкзака сюда прикрепить EDC рюкзак. Или, например, тот же самый каремат можно переносить. В общем, все, что не влезет в рюкзак, можно переносить за бобровым хвостом. С этой стороны я сделал оранжевую палаточную ткань со светоотражающими элементами. Это для того, чтобы при передвижении по проезжей части я был заметен. Также был сделан чехол для этого рюкзака. Он состоит из двух частей. Вот одна лицевая часть и кольцо по периметру. Сделан был чехол с запасом, так, чтобы можно было закрыть со всех сторон рюкзак. Выглядит вот так рюкзак с чехлом на мне, вот так. Вот такой рюкзак сегодня был в обзоре. Большое спасибо за внимание. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!